Один из основных вопросов повестки заседания профильного комитета Думы Самары – подготовка города к зиме. Батареи прогрелись уже во всех больницах, школах, детских садах и практически во всех домах. В этом году обогревать здания начали раньше, чем положено по климатическим нормам, до начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. К предстоящим холодам и снегопадам подготовили спецтехнику. Этой зимой очищать дороги, а также территории парков, скверов, набережной и дворов будут 777 машин. Подготовлены полигоны для вывоза снега, закуплено необходимое количество соли и песка. Проведена закупка песка, это около 6300 тонн соли, 819 тонн. Материалы завезены для приготовления песко-соляной смеси. В рамках действующего муниципального контракта, заключенного с департаментом, в текущем году запланирована поставка 9000 тонн. Председатель городской думы Алексей Дегтев рекомендовал городскому департаменту увеличить штат дворников для своевременной уборки дворов, а также обращать особое внимание на очистку общественных пространств. Мы хотели бы, чтобы в рамках очистки общественных территорий, таких как являются посадочные павильоны, они были приоритетными. Еще одна важная тема – реализация муниципальной программы «Комфортная городская среда». В этом году благоустроили 12 общественных территорий. Среди них Крымская площадь, сквер Фадеева, бульвар Металургов, сквер Овчарова, сквер Речников, территория у храма Кирилла и Мефодия. Привели в порядок и дворы. В этом году это 53 территории. Насколько качественно выполнен ремонт, депутаты решили проверить на выездном совещании. Сегодня прозвучало предложение, которое мы все поддержали, организовать выездное заседание комитета по инфраструктуре и жильщико-коммунальному хозяйству для того, чтобы оценить и принять, или не принять, или высказать замечания и доработки как раз по объектам, которые прошли эту реконструкцию. Сейчас из запланированных на этот год дворов в работе две территории. Их ремонт завершится в течение ближайшей недели. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События.